И снова здрасте! Добавление оружия, добавление экипировки, изменение интерфейса управления экипировкой, изменение искусственного интеллекта, то есть теперь по-другому себя ведут и подозреваемые, и по идее, вроде как, должны быть поумнее ваши сотрудники, ну и целая куча дальше уже идёт всяких мелочей. Потихоньку попытаемся это всё разобрать. Итак, начнём с вооружений и экипировки. Первое, что сразу можно отметить, изменился склад, то есть на складе теперь всё выглядит по-другому. Теперь вы выбираете из списка слева всё подряд. Да, то есть раньше вы там открывали один список, открывался другой, а сейчас вы открываете, допустим, основное оружие и оно у вас внизу открывается вот таким вот макаром. Ну а дальше, в принципе, тут уже вы сориентируетесь, как по мне, ну, удобнее, наверное. Так, ну, в принципе, со всем оружием так же, да, тут и всё остальное, всё убирается примерно таким же макаром. Резкий шилд, резкий шилд я взять не смогу, потому что, смотрите, оп, и хрен там был. Ну, где мой шилд? Он же это самое, да, он это самое. Здесь я не понял, почему у меня не появляется, допустим, надписи, что я не могу его взять, да, так же, как с пистолетом вот этим вот, как его тут. ПФС-9, да, вот я его беру, я его могу взять, я его могу модифицировать, теперь не нужно идти к столу, чтобы что-то модифицировать, вы это делаете прямо здесь. Открываете и все слоты забиваете всем, что там под руку попадётся, прям как новогодний веник вы его можете нарядить, вот, вот он у вас весь такой размазанный, красивый. Потом вы выходите, а у вас в руках что? Револьвер. Дескать, ты его ругал в обзоре на револьвер, фу, на пистолеты, да, когда я делал обзор на пистолеты, я действительно его поругал. Ну, да, признаю, был неправ. Это оружие, в принципе, наверное, одно из самых лучших в игре, и, в принципе, я с ним бегаю чуть менее, чем постоянно. Так, ну что же, с управлением всё понятно, да, тут поменялось. Далее, что изменилось? Изменилось управление вашей экипировкой. Теперь у вас есть так называемые слоты. Количество слотов регулируется бронёй, то есть есть лёгкая, это противоножевая антистаб, да, то есть ножиком вас вроде как не должны проткнуть, но от всего остального вряд ли защитит. Есть лёгкая броня, а есть тяжёлая. И вот, смотрите, вот у тяжёлой у меня 11 слотов на всё про всё. На лёгкой броне у меня уже 13 слотов на всё про всё. И на самой лёгкой у меня 15 слотов. В эти 15 слотов вы уже будете напихивать всё, что вы хотите. Вы можете напихать разные боеприпасы, то есть вот, идите слот, да, и вот, пожалуйста, вот, что вы можете взять. Для первого оружия вы можете взять до 4 магазинов, не, вы можете взять и больше, но тогда вам нужно чем-то пожертвовать, например, тактика. У меня заряды стоят, вышибные, вышибать дверь. Вот, я убираю один заряд, я могу добавить один магазин вот сюда. Или вот сюда. Понимаете мысль, да? То есть у вас общее количество слотов ограничено, а что вы в них понапихаете, это уже лично ваше дело. При этом количество слотов регулируется на броне. Какая броня? Чем легче броня, тем больше слотов, соответственно. Правда, ну, что вы будете делать с огромным количеством патронов вот в этой хреновине, я не знаю, потому что если вас один раз попадут, а в вас попадут, боты здесь попадают, ну, вам сразу как бы и крышка, кердык и полные вафли. С другой стороны, если вы работаете как командир группы, то вы можете понапихать, допустим, флешек к вашим подчиненным, а себе взять там одну меньше. Один заряд, там одну флешку и взять больше боеприпасов, допустим. И сюда, и сюда. Понимаете? То есть здесь уже вопрос даже не тактики, а стратегии. Прямо вот вы стратегически принимаете какие-то решения, и это, как по мне, интересная штука. Можешь делать сейв слот. Далее. Боеприпасы. Боеприпасы теперь у вас двух типов. Какие вы будете брать с собой, дело ваше. Их можно там даже, по-моему, взять и те, и те, да? То есть, ну как, по-моему, в игре можно взять там и те, и те, но при этом переключаться на них вы будете, нажимая кнопку оружия. То есть берете в основное оружие кнопка 1, нажимаете еще раз кнопку 1, и он перезаряжает другой боеприпас. То есть боеприпасы есть двух типов. Это АП, бронебойный, Armour Penetration, и JHP. Это экспансивные, с такой выемкой. На конце пули выемка у них такая, кумулятивная. Ну не кумулятивная, конечно. Они, как сказать, разрывные, неразрывные. В общем, при попадании такая пуля, она раскрывается. И дальше все очень плохо. Того, в кого она попадет. Но пробить бронежилет такой пулей, очень как бы хреново. Поэтому какое у вас оружие, как там чего, где, в этом вы и определяетесь. То есть какие вы будете брать. Да, я, например, возьму для этого пистолета-пулемета бронебойный. Потому что если у меня попадется противник без бронежилета 9 мм, так и так на него будет влиять так себе. А если он будет в бронежилете, то вот эти ему вообще ничего не сделают. То есть я буду вообще бесполезен. Либо по ногам стреляю, либо никуда. Поэтому я сейчас попробую взять эти. Конечно, можно взять эти и целиться в голову. Если вы классный стрелок, пробуйте. Я сейчас тестирую как бы все это дело. Я уже отыграл в этом обновлении. Несколько миссий прошел. И все равно еще не доразобрался. Так что тут как бы место для маневра, для тестирования есть. С этим я поиграл. Сейчас вот я возьму эти и попробую из них. Из них, да. Точно. Прямо вот из них. Из патронов буду стрелять. Попробую вот этими вот патронами работать. Так. Что еще у нас? По патронам разобрались. Патроны двух типов. Да. Набирайте какие, какие хотите. Так. Здесь у меня... 9 на 19. А здесь у меня... Вот здесь у меня 357-й Магнум. Ему вообще плевать. Он любую цель снесет любым патронам. Ему пофигу. Так. Окей. С боеприпасами разобрались. Со складом разобрались. С оружием. Добавили новое оружие. Добавили нам... Что нам добавили? 10 миллиметров МП-5. Я с ним еще не выходил. Не знаю, что о нем сказать. Ничего я не скажу. Но он есть. Добавили МП-5. Где он тут у нас? МП-5А-3. Третья вариация у нас была. МП-5А-2. И по пистолетам, пулеметам, по-моему, все. Но я с ними не играл. Я по ним пока еще ничего сказать не могу. Так. Что у нас тут? МК-1. Ну, у нас был у нас МК-1 или не был? Не особо помню его. Ну, в принципе, как бы... Если вы добавили... Тут проблема штурмовых винтовок, я уже говорил, чем... Они все одинаковые. Там выделяется, по-моему, как и... Вот это вот, ARVC, по-моему. Да, вот она была, типа, трехсотый калибр там. И что там у нее было? Тоже 5.56. Блин, а говорили, что у нее трехсотый. Ну, если это все 5.56, то они абсолютно одинаковые. Абсолютно одинаковые. Берите любую. Единственное, что у Ксюха... У нее отдача хуже. Ну, и вроде как по этому самому, как сказать, по описанию обновления, вроде как Ксюхе подрезали отдачу, что она теперь получше стала. Также было написано, что... Где она тут у меня? СА. СА. Вот она. Что ей добавили мощность. Но, по сути, у нее 7.62 на 51. Это винтовочный патрон. 7.62. Чтобы вы понимали, это патроны уровня СВД и ПКМа. Да, они, по идее, вообще ваншотить должны все нахрен. Через стену пробивать и ваншотить наглухо. Нет, не ваншотит она. Я с ней побегал. Она какая была, по сути, такое осталось. Говорят, усилили урон. Куда его усилили, я так и не понял. Да, то есть, ну, по штурмовым вообще, я не знаю, есть ли смысл интересоваться. А вот по пистолетам-пулеметам... Да, да. Интересные. Интересные прям-таки новости. Также добавили дробовик. Интраймен какой-то там. Ну, и две вариации. B1301 и B1301. Интраймен. Интраймен. Человек-входитель. А вот дробовики, они есть дробовики. Что с ними взять? У них, кстати, тут тоже. Есть баг-шот, а есть слаг. То есть, есть пулевой, а есть дробовой. Это надо будет еще тоже тестить. Потому что пулевой патрон, как я понимаю, он должен сносить к чертям даже человека в бронежилете. Нет, ну, на самом деле, не должен. Хотя, опять же, пуля. Какая там пуля? Да, то есть... Ну, вот здесь ничего не написано, да. Понимаете? В чем прикол? У охотничьих патронов пуля свинцовая. А у специальных этих полицейских, там, вот, кто использует эти гладкоствольные оружия, у них бывают и стальные пули, да. То есть, там, типа шарик от подшипника. Такое в него вставлен. Понимаете? Он прошибет там и что угодно. Он даже если не пробьет бронежилет, там, человек в этом бронежилете превратится в консервы просто. Но это надо будет еще тестить. Вот, сегодня, как бы, я, как бы, на первый раз, на выход, так, у меня слетели все модификации. Вот я с этим хочу побегать. Это, как бы, в КС-1.6 он назывался ТМП. Вот здесь он прям МП-9. Хотя, конечно, они могут быть и разные, ТМП и МП-9, но выглядели они очень похоже друг на друга. Так, ставим фонарик. Да и принцип, у них один и тот же, 9-мм, маленький, ставят фонарик. Так, что у нас здесь? АП. Я набрал себе АП-шных пуль. Теперь у нас ПНВ прям прорисовано покруче и так далее. Ну что же, с магазином, я думаю, плюс-минус разобрались. Не так все сложно, но обновления есть, и они довольно-таки заметны. Далее, у нас обновили Волхеллс Хаус. Ну, короче, она была в Алиэвдолл, она здесь почему-то хаос какой-то. А теперь она у нас не в, как сказать, не в графике там этих самых недоделок. Да, там не стоят кубики какие-то. А теперь она полностью, вот, все прорисованы, все детали, вся мебель. То есть она именно в графике уже, прям вот закончена-призакончена. Хотя, вспоминаем этот, как у... Как она? Я забываю ее название. Так. Twisted Nerve. Вспоминайте, сколько раз ее меняли. Выключаемся на автоматический режим здесь. Машинка очень маневренная, на самом деле. Я полагаю, что у нее длина, как у пистолета, должна быть. Пошли. Постоим. Так, теперь по изменениям интеллектов искусственных. Ну, а почему нельзя? Почему нельзя? Теперь ваши противники, кроме всего прочего, во-первых, могут прятаться. В шкафах, под кроватями и так далее. Во-вторых, могут прикидываться дохлыми. То есть, он лежит вроде мертвый. Вы проходите мимо, он вам в спину стреляет. Поэтому дана возможность связывать всех, в том числе и мертвых. Ну, как мертвых, упавших. Упал, тех связывал. Всех можно связать теперь. И это правильно. Так делает, по сути, вся полиция всегда. Если там человек вооруженный, что-то там он стрелял, пулял. Даже если он свалился после того, как по нему отстрелялись, его все равно связывают. Здесь теперь реализован. Следующий момент. Они могут стрелять из укрытий. Они могут занять какое-то укрытие и либо наблюдать оттуда, либо оттуда постреливать. Причем там вслепую, по-моему, даже. Стоять! Ладно, заходим. Погнали. Моих бойцов почему-то отобрали светошумовые гранаты. Надо будет их на складе затарить потом. Погнали, погнали, погнали! У нас есть контроль? Погнали, погнали! 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 Хорош! Пауэруль его! Так, сейчас я к нему не пойду. Я могу смотреть под это или тоже заблочить? Нет, может? Давай, смотри! Так. Что это такое? Так, дверь чиста. У тебя оружие есть? Есть у меня пистолет в руках и бронежилет на нем, кстати. Руки! Пал, пал, пал. Плюс два на меня. Руки! А он встал, убежал. Видели? Руки! Нормально. Скажи, я. Да прицел, ё-моё. Не починили они эту хрень с прицелом. Он не включается, нифига. Так, связан? Дай пройти, дай пройти, дай пройти, дай пройти, дай пройти, дай пройти. Ну, смотри-ка. Они начали понимать с 50-го раза. Так, ну такая вот машинка, кстати, забавная. Тихо. Выходим оттуда. Выходим, руки показываем. Один браслета. Давай, давай! Быстрее, ё-моё! Ты болван или что? Задержан или просто глупый? Хапунский бокс, мол, надо будет связывать. Да, наши союзники стали умнее. Господа разработчики, они правда стали умнее? У них даже моральные эти самые появились теперь. Как сказать? Моральный выбор. Они не могут на женщину наручники надеть. А что, стали умнее? Развиваются? Да господи, уйдите с дороги, бля. Ну, этого-то хоть свяжите. Этого свяжет тоже. Теперь этих связываем. Так, давайте ко мне все. Проверяем следующую дверь. Опаньки. Опаньки. У нас тут злобный дядька. А, дверь закрыта. Да не мельтешите передо мной. Ну, что вы как тупорылые? Займите позиции. Вы же стали умнее, ребят. Это у нас. Мне тебя втолкнуть туда, что ли? Ты дурной или где? Давай, пошли со мной тогда. Молодец, миленький. Просто красавец. Господи, боже мой, они действительно стали умнее. Только не в ту сторону. Давай, свяжи. Дурында. Под кроватью нет никого. Есть кто под кроватью? Вылазим. Эй! Полиция пришла. Добрый день. Документы ваши покажите. Умнее они стали действительно, но не в ту сторону. У них появились моральные эти самые. Моральный выбор у них появился. Они не могут женщину связать. Но бегать куда-то передо мной и делать так, что в меня попадают, это они не перестали делать. Опа, слева дверь открыта. Правый ближний закрыт. И левый дальний закрыт не вижу. Да ёп! Чё ты делаешь-то? Господи, эти значки. Когда правильно работают. Ну. Пошли. Давайте, вы же всё равно попрётесь впереди меня. Брось ствол! У меня бронебойный. Красный. Друга мой. Упал-пал-пал. Куда вы там стреляете? Я пробую зачистить. Чувствую. Переворачиваюсь. Что у него МП-5? Да, 10-миллиметровый МП-5 теперь у них у всех. Почему? Зачем? Для чего? Видимо, они их очень любят. Я сюда. Не, до этого МП-X. Я думал, это тоже 10-миллиметровка. По идее, 10-миллиметровая пуля должна иметь больше установлющее действие. Блин, по нам снаружи работают. Ну, вот я говорил, прекрасная карта для пяти человек. Идём там. Вон он. Всё, упал. А может, он встанет? Может, добавить ему. Хрен пойми. Нормально, 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 нормально. Держим. Руки! 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 Руки покажи, тётка, сюда иди, блин. Рот закрой. На прицел включись, пожалуйста. Спасибо. You're not serious. Да нет, мы шутим просто. Все ко мне бегом. Так. Тоже 10-миллиметров. Да ё-моё. Кажется, всё-таки 10-миллиметровые. Компенсируйте недостаток в другом месте. Недостаток размера в другом месте. Не свети мне в глаз. Я ж тебе в глаз не свечу, пошли. Зачищайте сразу же. Давайте. Ну, чё застрял-то? Иди вперёд. Я замыкающий. Ты тут нафиг не нужен. Чё там такое? Не вижу. Заходим. Заходим, заходим, заходим. Бакланы! Алё! Заходим! Вы ж умнее стали! Да. Синя и зачищайте. Дверь чиста, никого не видно. Красный. Зачищаем. Мы втроём заходим. Там двоих хватит, здесь втроём заходим. Пошли. Прицел грёбаный, блин. Вообще отказывается включаться. Тихо. Дверь-дверь-дверь-дверь-дверь-дверь-дверь-дверь. Давайте, давайте, давайте. Дверь открыта. А, чё, здесь дверь открыта? Пога он, где ругал? А, нет. Он не добежал. Он пытался, но не добежал. Ну и хрен с ним. Дай я сюда. Где вы? Хорошо. За мной, красный. Ну, блин. Заходим. Привет, ребят. Это мы пришли. Мы вас пришли спасать. Прицел, блин. Ребят, у вас прицелы не включаются в игре. Зато у вас стали умнее эти самые. Так, и здесь у меня тоже не работает, да? Не, не работает. Не работает. Опа. А это чё такое? Шашлычок пережарили, да? Нормально, чисто. Так, все за мной. Погнали дальше. Лево, чисто. Проходим. Давайте заходим. Я уже не помню эту карту, я не помню, где какое помещение. Поэтому всю группу на всякий случай отправили. Охренеть, ну вы проверяете. А эти углы вы кому оставили? Гений. Тихо. Ты с кем? Ты с кем? Он внизу где-то. Я его не вижу. Не вижу, не вижу цех. Где он, бля? На кого-то там орал сейчас. Ну так, башку высовывать тоже не особо интересно. Так, синий ко мне. Плюс два. Не понял. Это... Это кто? Это наши оттуда поперли, что ли? Или это не наши? Потому что есть такие дятлы, у которых форма практически как у нас. Их хрен отличишь. Типа боссы местные, что ли. Нет наших тут, нет. Да, нет, есть. Бегают боком. Раком. Прикольненько. Мы опять вышли сюда. Ладно, тогда давайте все сюда. Спускаемся. Блин, не-не-не. Такое здание для одной пятерки это бред. Это полный бред. Тут всех положат к чертям. Значит, не всех, кто кого-нибудь положит. Здесь у нас чисто. Дуйте сюда. Давайте, 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 давайте. Куда вы целитесь стенку? Вон за стенкой? Блин, а вы хашники проклятые. Вот как вы умнее-то стали. Нам что-то добавили? Красные. Ко мне бегом. Где вы шаритесь? Блин. Так, что у нас здесь? Так, 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 так. Дверь чистая. Ладно, входим тогда. Закрыто. Будем взламывать. Кстати, теперь боты, я уже забыл. Я рассказывал, не рассказывал, что они могут засаду устроить. И нападать на вас резко, прямо так жестко, прямо вот как наждачная бумага. Но. Только в том случае, если они вас слышат. То есть, если вы ходите на шифте, по-тихому, они вас не услышат. Как они его, смотрите-ка, прямо срезали через дверь. Туда еще кто-то мог убежать. Там нет никого, да? Давайте, open and clear. Заходим. Погнали. Полиция, положите свои руки. Я воплощаю. Закрытие. У меня чисто. Давайте я его сам тогда свяжу. А где его пушки-то? Я что, безоружного грохну? Нифига себе, он отстрелялся. Так, синий. Ко мне. Держите, тетю. Давайте, давайте, давайте. Куда эта лестница ведет? Сабильность и расстрелялся. Вы готовы к кикапу? Да нет, мы не серьезно. Мы шутим просто. Роджер. Трейлер вне. Не видать ни хрена. Где мы вообще? Да, прицел. Так, мы где-то, где мы уже, походу, были. Я уже заблудился в этом доме. Да, мы здесь были. Так, здесь никаких дверцев нет? Нет, значит, спускаемся опять вниз. Ну, а что стоим? Все ко мне, бегом. Так, сейчас будем выходить тогда здесь на улицу каким-то образом невнятным. Давай, 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 давай. Заходим, заходим, не тупим. Хорош. Ствол на землю. Во всем плохой человек. Взял. Хорошо. Блин, здесь это уже улица начинается, сраная. Подогнем, подогнем. Где-то здесь, он здесь, здесь, здесь. Второй, по-моему, без оружия был. Заходим. Сей толпой заходим. Только аккуратно заходим налево сразу же. Налево, налево, налево. Брой ствол! Руки! Сбязали. Сбязали. Лево, чисто. Прямо лестница. Где этот упавший? Упавшего взял. Так, теперь надо найти того, который где-то здесь был. Где-то, где-то здесь, это значит где-то внизу. Конкретнее ничего не знаю. Ну, смотрите, маневренная машина-то такая. Короткая. Прикольная, мне нравится. Что у меня к патронам? Вот так. Так, чисто. У нас тоже чисто. Ты проверил эту будку? А, ты второго отправил проверять. Ну, тоже не дурак, молодец, хрен. Сам не полезу, пускай вот он смотрит. Че такое? Кого нашли? Кто нашел? Где, что, кто, где? Блин, почему бросаете цели? Руки! Полиция, руки! Браслеты. Браслеты. Лево, чисто. У нас здесь вообще есть какой-то вход вниз? Или это просто так? Проверяем, проверяем. Есть дверь. Заходим. Заходим, заходим, заходим. Браслеты. Браслеты. Быстрее. Хорош. Да, ё-моё. Заходим сюда. У нас три двери там, да? Одна открыта. Давай, 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 давай. Погнали. Я из-за вас в самом начале пули слопотал, балдесы. Че это такое? Че это такое? Че они тут делали? Че они тут делали? Нефть копали? Прямо в бочках, что ли, выкапывали? Взламываем. Взламываем, вскрываем замок. Там она. Блин, помещение больше, чем я думал. Страстное камне. Прямо в бочках. Проходим. Контролим двери. Но. Есть что? Тихо. слышал 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 слева там есть есть кто-то да блин почему я не могу их отправить вперед ладно иди он тупой это его проблема взял хорошо заходим борща шизофреников что жилок это чё за тетка с сиськами это видимо должно меня напугать да что у вас тут такое изолента до хард-драйв какой-то нашел секундарь хард-драйв еще один хард-драйв на ночь еще и лаптоп надо найти да господи боже мой что с этой миссии не так фотки какой-то бабы емае тут не мы нужны тут надо вызывать и не знаю психиатров перемешку с экзорцистами и пары оперполномоченных местных которые знают всех местных сумасшедших мы-то тут причем нас то вы нахрена что отправили не открывают и контролишь нам надо влезть ему впереди меня молодец конечно но лучше ты команды подождал полиция руки 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 покажи блин а колени давай браслеты я лево контролю контакт альтернативируют ну я закончил что у нас слева чисто дверь остальные где что у нас только двое давайте сюда вскрываем дверцу у меня кстати уже трое раненых в отряде нифига себе я склонен верить что умнее стали подозреваемые но никак не не мои подчиненные с другой стороны они не стали тупее это уже хорошо открываю проходим чисто ой блин говняное место ой блин говняное мы со всех сторон получается простреливаемся да блин быстрее быстрее е-мое мы же здесь как курочка ряба у мышки под хвостиком блин стреляют нас тут всех фамилии не спросят чисто здесь будем зачищать я открываю контрольте давай погнали там дымок идет тихо вижу 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 контакт контакт красные камни быстро на пол на пол бля браслеты контролю давай 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 все батарейки сели на полпути давайте подвину и ты опять вспомнишь что ты стал умнее они стали слишком умными я перестал даже я перестал их понимать насколько умными они стали вот чё ребят пока покатаемся давайте покатаемся ринь ринь и погнали погнали уходим что у нас по задачам bring order to chaos rescue all the civilians ага ага арест амос арест амос волк кто такой амос волк похоже на самосвал где этого амоса самосвалу что искать-то я теперь не очень врубаюсь еще нам надо найти какой-то ноутбук а еще нам нужно найти ой блин много всякого хлама кстати чувачок которого я там подстрелил я же вот так и не нашел да надо идти его искать хотя может он встал опять же я же говорю они тут умеют мертвыми прикидываться скрываю дверь кройте на пол на пол полиция чисто браслета а это был ваш этот амос 3 0 амос ты ты вам ас этот нам ас как тебя там звать ты зачем девку сиськами фотографируешь нехорошо особенно если без ее согласия ноги еще фотографируешь футфетишист что ли работу себе найди нормально это всякая хрень в башку лезть не будет говорят помогает так ну вроде зачистили теперь нужно найти эти самые хотя по идее это работа следаков криминалистов оперов мы то тут при чем кстати где я в чувака стрелял здесь нет где я в нем стрелял нет не здесь я все еще пытаюсь понять мы его нашли или нет потому что возможно мы его еще не нашли так ну теперь мы будем долго и упорно искать ноутбук и еще один этот харддрайв жесткий диск тетка почему нельзя допросить тетку может она знает где харддрайв или где ноутбук ты знаешь где ноутбук ну что он скажет он связанный поэтому он обиделся и молчит но я понял что она закрыта дайте мне ее вскрыть эти ну вроде как все все а вот как-то рефлексы все равно работают как не хочется вбегать что это такое это это такой удлинитель без провода до беспроводной удлинитель и вот-то в пол уходит не проще было розетку сделать чем тащить из пола провод для удлинителя так вот она нашел а где еще у вас этот самый жесткий диск один не понял но мы упертые мы же эти самые как их как там нас называют долбозвон мы упертые а че мы сюда не зашли странно должны были зайти здесь помещение а то ой 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 а как мы его просрали вот что значит не играл давно все ждал когда обновление выйдет лучше бы играл хотя бы за кадром даже видосы бы даже не делая просто бы играл сейчас вот просто просрал комнату прошел мимо ну дикий косяк просто обосраться сюда чел может выйти в спину настрелять или мы здесь были а если мы здесь были то почему двери закрыты что-то я не помню чтобы я здесь был опа кстати а зеркала работают то есть если там будет стоять чел я его увижу то есть там будет цель или гражданский я его увижу вот так интересно нету ничего кстати вы жесткие там не находили не свистнули там себе для порнухи смотрите мне знаю я вас мародеров господи господи кто это рис что это это ваш этот как его там звали-то самосвал а массовал ламос носовал как его там звали-то я забыл короче чокнутый этот ваш наверное делал да блин вот где искать теперь этот жесткий диск ну мужики фуфырь нашел будем пить есть тут чего носки какие то о м-м-м-да кстати есть и второй бокал иначе они тут вдвоем ужирались с целью этого самого с целью вызымения половых сношений но что-то не срослось поэтому один стакан опрокинули другой забыли что это такое нет это не то почему вся жратва стоит на столе с колонками в общем какие то странные тут люди я говорю тут надо пихиатров называть так о нашлось ребят нашел и теперь идем вниз слышишь человек в каске пулись мы вниз мы надо надо это самое О, смотрите, дошло в конце концов Значит, он правда стал умнее Надо их переэкипировать потом Пересмотреть, что у них поэкипировалось Потому что у них слетели флешки Что-то там еще могло поменяться Значит, надо смотреть И переэкипировать их Да Точно извращенцы тут какие-то живут Вон он, вон он упал Действительно свалился Я у него попал Прямо в голову, что ли, залепил А, нет, это у него наушник такой Давайте я заберу это самое Сообщу И поставлю его в нормальную позу А то как он выглядит Вот так вот Все закончили Мы молодцы, мы молодцы Но у меня куча раненых, так что Мне ничего серьезного за это не дадут Нет, мне дали А Больше чем Б Предыдущий у меня результат был Б Ну что, возвращаемся на базу Итак Ну, что можно сказать Особо каких-то элементов, моментов Сегодня Я не заметил Таких Ну, из обновлений Вот что там они там Засады Какие-то там Стрельбу и закрытий Но пистолет-пулемет Вот этот Он мне очень понравился Этот маленький Классная вещь Очень маневренный И достаточно убойный Особенно с Пульками-то с этими С АПшными Да, у меня же АПшные стоят Где у меня там Боеприпас Да, у меня АПшные пульки Которые все пробивающие Вот И, как видите, он даже при том, что он маленький такой Совсем маленький Размером с пистолет Вполне себе Разносит все в хлам Даже с небольшим количеством Этих самых патронов Ну, много тратить особо-то не надо И все равно цели падают Здесь я могу сказать Все круто По поводу того, что поумнели мои союзники Ну, я бы поспорил Что-то я не вижу в них какой-то сверхумности И того, что вот я, как говорится Уже Говорил в своих видео Потому что я бы хотел видеть Именно Что заранее можно роли распределить Да, то есть Допустим При входе в помещение Ты, допустим Там какому-нибудь Васе или Пете Из группы Говоришь заранее Что ты будешь связывать всех Ты входишь в последнем Соответственно Связываешь всех Да, после чего Ты запускаешь группу Перед тобой трое вошли Ты входишь в четвертом За тобой входит этот Петя, Вася, Андрюша, Сережа И он сам без команды Связывает всех, кто в помещении Вот это было бы интереснее Потому что каждого тыкать Там Особенно если учесть, что тут И колесико у меня клинит И прицел клинит И так далее Это неприятно И не очень интересно Карта, да Хорошо обновилась Все красиво Но я не перестану повторять Такая карта Слишком большая Для одной пятерки Такую карту зачищают Там где-то Тремя-четырьмя пятерками Не меньше Со всех сторон Надо заходить одновременно И зачищать Что еще? А еще все Потому что Я больше ничего и Не посмотрел С магазином Непонятно Почему оружие И другие предметы Которые предусмотрены Только для донатеров Почему они Мне здесь доступны А когда я их пытаюсь взять Они у меня не берутся Почему бы не отметить его Что его нельзя взять Или вообще Если ты не донатер Почему бы ему просто Не исчезнуть Из этого списка В остальном Все в принципе Мне нравится То есть Вполне устраивает Вот этот вот момент С выбором Чего ты будешь С собой брать И сколько Какую броню Ты на себя повесишь Чтобы набрать Там побольше Поменьше То есть Уже можно Как бы Составлять Свою экипировку Вооружение Уже Как говорится Углубляться В это глубже То есть Ты более гибко Можешь все настроить Как тебе надо По оружию Ну да Пистолет-пулемет Вот этот МП-9 Рекомендую Классная вещь Мне нравится Мне прям Очень зашла А вот то Что слетают С него Все прицелы И так далее Вот это Вот плохо Ну С другой стороны Здесь же Можно их обратно И поставить С одной стороны Удобно Но с другой стороны Видимо Это еще косяк Недоделка Это еще нужно Будет править Вот Так что Ну в общем и целом Как бы Из того что Сегодня посмотрели Можно сказать что Игра двигается Вперед Но Работы еще Много Что касается Других стволов Следующих видео Посмотрим Я хочу Очень посмотреть Десятимиллиметровый Этот самый МП-5 Что он из себя Представляет Я прям его Наверное Возьму уже Сейчас Надену На своего Пексонажа Что у нас Поптики Тогда лучше Это взять Харвестер Тундра Уменьшает Вертикальную Отдачу Точность Еще и Супресет А здесь Вертикальная Отдача Точность Супресет А еще Флешку Вспышку Выстрел Убирает Значит Выберем Что у нас тут Вертикальная Отдача Горизонтальная Отдача Точность Вот это я Наверное Возьму Потому что Так А это что такое А ну да Понял Фонарик Бэк Бэк И Бэк И обратно Бэк Как то вот так Тут еще и шмотки Вроде как Эй 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 Да Униформ какой-то Появился Да нет Да Теперь можно Девать вот такое Вот такое А что Не покрутить Не покрутить Есть черная Есть вот такая В этом плане Все Как то вот так Вот такое у нас Первое Знакомительное Видео Получилось С этим вот Обновлением Огромным В одно видео Как я и полагал Я не уложился Да тут и невозможно Уложиться Тут очень много Всего Надо смотреть И тестить Еще нужно Тестить За кадром Будет Надо будет Посмотреть Что дробовики Делают В принципе Что у них там За пулей И так далее И тому подобное С этим всем Разобраться Так что По данному Обновлению Мы не закончили А вот на сегодня Мы закончили И всем спасибо За просмотр Особенно тем Кто досмотрел И не заснул Вот Приходите еще Прописывайтесь на канале Поставляйте с лайками Всем здоровья Денег И всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok